Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. О самом главном. В Бобруйске прошла 53-я очередная сессия Гурсовета депутатов. Укрепляется материально-техническая база. Мы умеряем новые виды оказания медицинской помощи. Что волнует народных избранников. Туманный бизнес. Правоохранители изъяли у могилевчанина партию незаконной жидкости к вейпам. Какой ущерб? Творческий тимбилдинг. Во Дворце искусств прошла встреча с молодыми специалистами. Оказывается большое внимание со стороны Могилевского областного исполнительного комитета. Как решаются проблемы? А также республиканский каравай, базовая ставка и отечественный препарат. В Беларуси появится противовирусная вакцина собственного производства. Когда? На благо страны. В Бобруйске прошла 53-я очередная сессия Гурсовета депутатов. На повестке дня реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025. Подведены также итоги работы за последнюю пятилетку и намечены планы на ближайшее время. Продолжит тему Елизавета Липеева. Два сыночка и лапочки дочки. Александра Последович исполнила заветную мечту – создала большую семью. У женщины подрастает четверо детей. Младшему 7 месяцев, старше 10 лет. Благодаря госпрограмме уже два года живут в «Новой трешке» в Киселевичах. Я всегда хотела много детей. Я очень люблю сама по себе детей. У меня профессия такая. Я воспитатель детского сада, поэтому мне нравится. Я довольна. Я так и хотела, чтобы у меня было два мальчика и две девочки. Когда много деток – это супер. Поддержка государства начинается еще до рождения малыша. Женщины получают бесплатное, доступное и качественное медицинское сопровождение. Плюс декрета – на мать и ребенка государство выплачивает ежемесячное пособие до трех лет. Размеры регулируются дважды в год. Большое подспорье для многодетных – семейный капитал. Он назначается при рождении третьего или последующего ребенка. В 2023-м сумма выплат – почти 30 тысяч рублей. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, медуслуги и образования. За последние 10 лет количество многодетных увеличилось на 70%. Для того, чтобы использовать семейный капитал досрочно, нужно обращаться в райисполком или администрацию района, если это в городе. В основном занимаются службы одного окна. Обращается мама, то есть член семьи, которому назначен семейный капитал. Реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» – ключевая тема 53-й очередной сессии Бобруйского горсовета депутатов. В нашей стране этим вопросам всегда уделяется особое внимание. Положение проекта затрагивают практически каждого белоруса. Его цель – создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения. Хочу сказать, что благодаря тому, что укрепляется материально-техническая база, мы внедряем новые виды оказания медицинской помощи. Мы стоим вместе. Одно из главных нововведений этого года – обязательная диспансеризация. Только в Бобруйске в списке уже порядка 50% горожан. Для удобства в поликлиниках выделены отдельные кабинеты. Запись как через колл-центр, так и по интернету. У каждой возрастной категории свой протокол. Пациенты до 39 могут обследоваться раз в три года. Старше 40 – ежегодно. Человек получает выписку, которая служит основанием для выходного с сохранением зарплаты. Наниматели готовы идти навстречу. Основой её является анкетирование с определением факторов риска развития хронических заболеваний. В соответствии с этим назначение лабораторных и инструментальных обследований. С последующей консультацией врача общей практики и врачей-специалистов. Основная задача диспансеризации – это медицинская профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в любую поликлинику города Бобруйска. Согласно данным Белстата, численность населения страны на 1 января 2023 – 9 200 617 человек. 16% – люди старше 65. К 2030-му каждый пятый достигнет этого возраста. Решая проблему сегодня, мы заботимся о нашем завтра. Поэтому и меры по защите демографических интересов здесь и сейчас стоят во главе угла. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Подпольный бизнес правоохранители изъяли у могилевчанина незаконный товар на сумму около 12 тысяч рублей. 17-летний житель областного центра хранил около 600 жидкостей к электронным сигаретам. Продукцию молодой человек приобрел в соседней стране для продажи в белорусском интернет-магазине. Несколько месяцев назад он уже привлекался к административной ответственности за схожее правонарушение. Сейчас парню грозит штраф до 3700 рублей. Второй хлеб, пенсионная надбавка и временные неудобства. Белавия предупреждает об изменениях в обслуживании пассажиров. С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси намолочено почти 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Госзаказ практически выполнен. Осталось обработать 4% площадей. Хозяйство приступили и к уборке крупяных культур. Собирают гречиху и проса. Активно идут работы и на полях с картофелем. В закромах уже 26 тысяч тонн второго хлеба. В некоторых районах уборочная уже перешла в посевную. В стране с 1 сентября изменится базовая ставка. Это уже второе повышение за год. Сумма вырастет с 228 до 235 рублей. Благодаря этому увеличится уровень зарплаты бюджетников и других приравненных к ним по оплате труда работников. Социальная сфера – одна из приоритетных политики государства. Также повысится пенсии в среднем на 5%. В Беларуси появится противовирусная вакцина собственного производства. В октябре ее опробуют на добровольцах. Платформу для создания лекарства «Белвид Унифарм» отработала на COVID-19. Это защита от гепатита, гриппа, оспы и списка других болезней, которые сейчас проходят дополнительные апробации. Необходимость в отечественном препарате возникла во время пандемии коронавируса. Помощь на подготовку детей к школе получили более 106 тысяч многодетных. Общая сумма свыше 23,5 миллионов рублей. Единовременная выплата предоставляется независимо от дохода семьи. Размер – 109 рублей 32 копейки на каждого учащегося. Поддержка также оказывается по месту работы и через предоставление государственной адресной социальной помощи. «Белавиа» предупреждает о временных изменениях в обслуживании пассажиров. Это связано с проведением технических работ по переходу на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо». С 20.00.1 сентября в офисах продаж авиакомпании на сайте и в мобильном приложении будут недоступны заказ билетов, покупка, обмен и возврат квитков, а также дополнительных услуг. Кадровый потенциал. Во Дворце искусств прошла встреча с молодыми специалистами в сфере культуры. Как приняли в коллективе, есть ли жилье и что волнует бывших студентов? Об этом интересовался начальник управления культуры Могилевского облсполкома. Александр Жигун уверен, только через обмен взглядами на те или иные вопросы можно решить проблемы. Такое неформальное общение позволяет раскрыть потенциал новых работников и дает возможность реализовать их идеи в жизни. Молодым специалистам оказывается большое внимание со стороны Могилевского областного исполнительного комитета. Системно поднимается вопрос и на аппаратных совещаниях, и также на заседаниях исполнительного комитета по работе с кадрами. В регионе более 290 молодых специалистов в сфере культуры. Из них 142 впервые прибыли на свои рабочие места в этом году. Хореографы, музыканты, преподаватели, актеры. Чтобы решить их проблемы, на официальных сайтах учреждений созданы разделы, где можно оставить заявку. Например, в режиссерской или клубной сфере. Это предусмотрено в областном методическом центре. Дорогу не узнать. На Гоголе обновился асфальт. Остались лишь работы по поднятию колодцев. Параллельно сотрудники ДСУ-16 ведут ремонт на Комсомольской в частном секторе. В этом районе дополнительно заменят борты и уложат тротуарную плитку. На пролетарской пешеходные зоны приведут в порядок в течение двух недель. Мы приступили на этой неделе к текущему ремонту улицы Батова. Планируем в сентябре ее закончить, эту улицу. Там также снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 11 тысяч метров квадратных и устройство асфальтобетона 1340 тонн. На железнодорожном переезде на Карла Маркса в районе машиностроительного завода меняют переездной настил. Работа здесь продолжится до 31 августа включительно. С 8 до 16 часов отменяются рейсы по маршруту 5А. Мир зеленой техники. Бобруйский громаж провел день открытых дверей. В преддверии начала учебного года на предприятии устроили настоящий праздник для сотрудников и их детей. Собралось более 300 человек. В программе песни, танцы и множество развлекательных локаций. Для участников конкурса рисунков лето. Это дипломы и памятные подарки. Многодетным вручили рюкзаки со школьными принадлежностями. В этом году мы это мероприятие проводим вместе с нашим Бобруйским горроиделом по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие вызывает интерес как у взрослых, так и детей. В дальнейшем я надеюсь, что кто-то из них придет обязательно работать на наше предприятие. Очень нравится. Солдатская каша. Интересно, где мама с папой работают посмотреть. Я поучаствовал, покидал мяч баскетбольный, в шашки поиграл, в боулинг. После инструктажа ребятам провели экскурсию по цехам, познакомились с техникой. Маленькие гости погрузились в мир зеленых машин и узнали, для чего они предназначены. Сразу после нас с сиреном. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»